3 сентября 1989 года авиалайнер Boeing 737-200 авиакомпании Varig выполнял внутренний пассажирский рейс 254 по маршруту Сан-Паулу-Белен с промежуточными посадками в Убераби, Уберландии, Бразилия, Императриси и Мараби. На борту находились 6 членов экипажа и 48 пассажиров. Boeing 737-200 вылетел из Сан-Паулу в 9 часов 43 минуты. В Бразилия произошла смена экипажа, после чего лайнер благополучно выполнил еще два этапа маршрута и в 17 часов 8 минут приземлился в Мараби. На этих двух участках маршрута Бразилия-Императрис Мараба по договоренности между пилотами самолетом управлял второй пилот. Оставшийся полет до Белена выполнял командир воздушного судна. Это должен был быть короткий перелет продолжительностью около 50 минут, так как Белен находится всего в 450 километрах с северо-восточнее Марабы. Перед запуском двигателей командир начал настраивать бортовой компьютер в соответствии с планом полета. Курс для настройки планового навигационного прибора HCI был указан как 02-70, что командир понял как 270 градусов и установил его в HCI. Производительность системы управления ПМС была установлена на 346 километров. В 17 часов 35 минут с шестью членами экипажа и 48 пассажирами на борту рейс 254 вылетел из Марабского аэропорта и после набора высоты занял крейсерскую высоту 8850 метров, следуя при этом по курсу 270 градусов строго на запад. Навигационное оборудование Boeing 737-200 не включает в себя инерциальную систему или GPS, поэтому пилоты не могли определить фактическое местонахождение самолета. Однако в салоне находился пассажир, который ранее неоднократно летал по маршруту Мераба-Белен. И ему показалось странным, что солнце, которое близилось к закату, впервые находится не слева от самолета, как обычно, а впереди. Своё беспокойство пассажир передал бортпроводнице, но экипаж не отнесся серьезно к этому факту. По некоторым данным, пилоты в это время по бортовой радиостанции слушали прямую трансляцию футбольного матча Бразилия-Чили. До Белена по расчетам оставалось 165 километров, когда экипаж попытался связаться с диспетчером Белен-Подход. Однако ни на ультракоротких волнах УКВ, ни на коротких волнах этого сделать не получилось. Связь с диспетчером в Белене была установлена на УКВ-чистоте только через другой Boeing авиакомпании «Варик», который выполнял рейс 266 из Белена в Бразилию. Спустя 23 минуты после вылета, в 17 часов 58 минут, экипаж рейса 254 в первый раз связался с Беленским диспетчерским центром и запросил снижение, так как по информации от ПМС они как раз достигли точки начала снижения. Диспетчер разрешил снижаться до высоты 6100 метров с указанием установить прямую связь с центром на УКВ-чистоте. Продолжая полет, рейс 254, исходя из пройденного расстояния, теоретически находился в 55 километрах за траверзом Белена. Поэтому, сохраняя высоту, командир развернулся на обратный курс 90 градусов, решив, что они пролетели аэропорт назначения. Прямая связь с Беленом по-прежнему отсутствовала, но через другой самолет экипаж все же запросил разрешение на дальнейшее снижение, на что диспетчер дал указание снижаться и занимать высоту 1200 метров. В этот момент навигационные радиоприемники были настроены на прослушивание не радиомаяков, а радиостанции Белена, Либераль и Гуажара. При прохождении высоты 3050 метров, командир выполнил правый доворот на курс 165 градусов, а затем занял высоту 1200 метров, которую экипаж выдерживал на протяжении 1 часа 14 минут. Правый доворот в южном направлении, возможно, был вызван тем, что сигнал от радиостанции Либераль и Гуажара был лучше, из-за чего командир решил, что так точно можно выйти на Белен. Далее экипаж получил разрешение снижаться, занимать высоту 610 метров и выполнять визуальный заход на посадку. Но, судя по данным параметрического самописца, самолет остался на высоте 1200 метров. Экипаж по-прежнему не выходил на прямую связь с Беленом, поэтому диспетчеры в Белене связались с центром в Бразилия и запросили через Селкол вызвать рейс 254. Их коллеги в Бразилия подтвердили, что поняли запрос. Еще через минуту было передано указание занимать вектор 350 градусов от ОПРС Санторен и следовать по нему 45 минут. Тем временем, с момента взлета прошло 2 часа 10 минут, когда экипаж, проанализировав ситуацию, понял, что они после вылета из Марабе заняли неправильный курс. Тогда пилоты поднялись на высоту 2600 метров, чтобы сориентироваться на местности. Намереваясь выйти на аэропорт Карахас, пилоты довернули на курс 170 градусов, а затем на курс 160 градусов, сохраняя высоту. По информации из Белена, экипаж узнал, что аэропорт Карахас уже закрыт, но его вспомогательный радиомаяк Вор продолжает работать. Тогда навигационные радиоприемники самолета были настроены на частоты радиомаяков Карахаса и Марабе. Полет при этом продолжался в южном направлении. Вскоре из-за выработки авиатоплива остановился левый двигатель. При этом самолет уже не мог сохранять высоту и начал снижаться. Через 2 минуты после остановки левого двигателя остановился и правый двигатель. К тому времени было темно и отсутствовали какие-либо визуальные ориентиры. Экипаж рейса 254, связавшись с рейсом 231 и 266, той же авиакомпании Ворик успел объявить сигнал бедствия и передал, что они выполняют вынужденную посадку на местность перед собой. В 20 часов 45 минут рейс 254 жестко приземлился прямо в дождевых лесах Амазонии. При ударе о деревья пассажирские кресла оторвались со своих креплений, при этом травмировав пассажиров. Один из пассажиров, который не был пристегнут, погиб на месте. Поиски самолета начались сразу после объявления сигнала бедствия, но службы спасения изначально сосредоточились на участке между Мираба и Белена, так как экипаж докладывал, что они находятся на данном маршруте. Тем временем, один из пассажиров, который достаточно хорошо ориентировался в дикой местности, обнаружил неподалеку от места падения лайнера экскременты крупного рогатого скота. Тогда группа из четырех пассажиров направилась в поиски помощи и, пройдя около 40 километров, вышла на ферму Ферроу-де-Прата. На ферме была радиостанция, с помощью которой удалось передать примерное место падения лайнера. 5 сентября в 16 часов 25 минут поисковый самолет обнаружил место катастрофы. Лайнер упал на территории штата Мату-Гроссу, примерно в 60 километрах к востоку от Сан-Жозе-Душингу и в 1100 километрах южнее Белена. При падении в лесу образовалась просека около 100 метров длиной. Самолет был сильно поврежден и частично разрушился. Той же ночью, через 52 часа после катастрофы, были эвакуированы первые раненые. Число погибших к тому времени составляло 8 человек. Ко времени окончания эвакуации, через 63 часа после катастрофы, достигло 12. Еще один пассажир умер от полученных травм позже, но в официальном отчете он не был учтен как погибший. Всего в катастрофе погибли 12 человек. Все были пассажирами. Остальные 42 человека, все 6 членов экипажа и 36 пассажиров выжили. 34 из них получили ранения. Расследование причин катастрофы рейса 254 проводил Национальный комитет по расследованию авиационных инцидентов Бразилии. Как показало изучение находившегося на борту рейса 254 плана полета, значение настройки HCI составляло 0,270, что командир понял как курс 270 градусов. Стоит учесть, что в авиакомпании Varig планы полетов составлялись с применением компьютера. Значение курса полета они задавали четырьмя цифрами, из которых последняя означала десятые доли. Но из-за ограничения возможности применяемых на компьютерах программ, десятые доли не отделялись точкой, иначе программа воспринимала ее как запятую. О том, что в настройках курса последняя цифра является десятой долей без отделения точкой, гласил изданный в авиакомпании бюллетень, последняя редакция которого была 10 января 1986 года. Таким образом, указанное в плане полета значение 0,270 надо было читать как 0,27,0, то есть самолет должен был лететь курсом 27 градусов на северо-восток. Но из-за ошибки командира лайнер направился на 117 градусов левее, на запад. Эту ошибку мог бы заметить второй пилот, но тот после проведения внешнего осмотра самолетом не стал изучать имеющиеся полетные документы, а вместо этого выставил на правом HCI такие же настройки, как и на левом у командира. В следствии, многие пилоты, которые были коллегами пилотов рейса 254, были озадачены тем, что они допустили такую ошибку, ведь, по их мнению, пилоты были достаточно опытными и хорошо отдохнувшими перед полетом, а командир относительно недавно вернулся из отпуска. По мнению психологов, есть вероятность того, что командир забыл про неотделяемые точкой десятые доли, так как не обратил на это внимания, а отвлечь его от этого могли сторонние факторы, в частности, футбольный матч Бразилия-Чили. Хотя курс 270 градусов означал следование на запад, а не на север, экипаж и этому не придал внимания, даже после предупреждения от пассажира, так как излишне доверился бортовому компьютеру. Продолжая доверять компьютеру, командир, ориентируясь только по пройденному пути, решил, что они уже близ Белена, поэтому запросил снижение, хотя связь с диспетчером удалось установить только через другой самолет, уже и это должно было его насторожить. Когда же пройденное расстояние превысило расчетное, командир ошибочно посчитал, что они попросту пролетели аэропорт Белена, поэтому лег на обратный курс. Далее он попытался поймать четкий сигнал на Белен, но радиоприемники при этом были настроены не на радиомаяки, а на общественные радиостанции в Белене, Либераль и Гуажара. Ориентируясь на слух, пилоты в поисках более четкого сигнала от этих радиостанций начали следовать вдоль реки Шингу, однако Белена еще не было видно. Только в этот момент пилоты поняли, что летят не совсем в ту сторону. К тому же второй пилот вспомнил, что курс полета из Марабы в Белен должен был быть северо-восточного направления, тогда как замеченное созвездие Южного Креста свидетельствовало о полете на юг. Когда через 2 часа и 10 минут полета пилоты наконец поняли, что они совсем не там, где должны быть, то они поднялись до высоты 2600 метров и настроили приемники на частоты радиомаяков в Карахасе и Марабе. Но даже после этого самолет продолжил следовать на юг. Хотя данные речевого самописца свидетельствовали, что пилоты теперь руководствовались сигналами, полученными от маяков. Уже на следующий день после катастрофы, 4 сентября, был проведен тестовый полет с участием самолета-лаборатории, в котором обнаружилось серьезное упущение в системе аэронавигации. Частоты некоторых радиостанций в данном регионе совпадали. Так, частоту радиомаяка Мираба имел и радиомаяк Гаяния, около 1200 километров южнее Марабы, а частоту радиомаяка Карахас, радиомаяк Бараду-Гарсас, около 1100 километров южнее Карахаса. Таким образом, радиоприемники самолета ловили более сильные сигналы от других аэропортов, тем самым уводя рейс 254 дальше на юг. Пилоты начали подозревать неисправность приборов, но проведенные после катастрофы тесты показали, что приборы были исправны. Также пилоты, понимая, что заблудились и в какой тяжелой ситуации они оказались, не стали своевременно предупреждать об этом авиадиспетчера. Кроме того, в ходе расследования было отмечено, что пилоты практически не использовали навигационные карты. Через несколько месяцев после катастрофы план полета рейса 254 был показан 21 пилоту крупных авиакомпаний. Во время испытаний не менее 15 пилотов совершили ту же ошибку, что и экипаж рейса 254 компании Варик. После авиакатастрофы авиакомпания Варик установила на все свои самолеты новые навигационные системы Омега. Также были внесены необходимые изменения в планы полета, включая добавление точек перед десятыми значениями. Радарное покрытие в Бразилии было расширено, чтобы охватить всю страну. Оба пилота первоначально были приговорены к четырем годам лишения свободы. Однако в ходе судебных разбирательств мера пресечения была изменена на условный срок и общественные работы. Смотрите также, 15 ноября 1978 года самолет DC-8 авиакомпании Лофт Лейдер выполнял чартерный рейс 001 из Джиды в Сурабаю с промежуточной посадкой в Коломбо, но при заходе на посадку в Коломбо врезался в плантацию Каучука и взорвался. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...